По Красноярску сегодня прошелся трамвай Победы. На одном из рейсов седьмого маршрута молодые таланты исполнили песни военных лет. Причем делают это они уже не первый год, перед 9 мая. Подробности в следующем сюжете. Мы проехали одну остановку? Ну-ка скажи. Поехали. Ну и все? Ну а что теперь сделать? Ну мы еще раз проедем. Под такой аккомпанемент, говорит Иван Иванович, и проехать свою остановку не грех. Его внук Тимофей сегодня впервые едет на трамвае и сразу попал на концерт военной музыки. Эмоции через край. Сколько медалей у деда? Много? Много. А у второго деда еще больше? Да. Послушать стихи и песни военных лет сегодня повезло не только им. В седьмом трамвае ребята из клуба авторской песни «Бомбардировщики» устроили целый концерт. Сыграли и Катюшу, и на безымянной высоте, и главное, ребята, сердцем не стареть. Прочитали и стихи Высоцкого. Все, кто заходил в трамвай, сначала даже не понимали, что происходит, а следом начинали подпевать каждая песня. Помирать нам рановато, если у нас еще дома дела. Я даже не ожидала, конечно, этого. Мне так неожиданно это все. Песни заводила, пластик нового сыновала, до того, которого любила. Про доводчик письма берегла. Подпеваете тоже, ходите? Ну, конечно, маска закрыта, не видно. А у людей какая реакция какая-то? Все рады, все довольны, очень довольны. Ребята клуба говорят, такую акцию проводят уже пять лет. Начинали студентами от университета, а дальше продолжили как хорошую традицию. Иногда люди не понимают, зачем это нужно, но большинство все же благодарны за такие концерты. Это всегда тепло встречается. У нас, к сожалению, бывает в социальных сетях. У нас буквально накануне было, что нам рекомендовали окна помыть, нежели вот это поделать. Но мы понимаем, что мы ежегодно это делаем, мы видим глаза людей и делаем это с таким почтением к тому времени. Попасть на такой концерт можно было только сегодня. Зато проехать на украшенном победной символикой трамвай можно будет в любое время. Алена Крашенинникова, Степан Майер, Новости Прима. Степан Майер, Новости Прима.